Всем привет, ребята! Совсем недавно мы занимались с учениками 8 класса и попалась мне на глаза одна интересная задачка. Не знаю, начали вы в школе или нет решать задачи наподобие. Ну, или, может быть, вы уже старшеклассник и с этой темой вы знакомы. Но хочется вам продемонстрировать случай, когда подобие было не так очевидно, но именно оно легко и просто решило задачу. Если вы готовы, я вам сейчас эту задачу покажу. В треугольнике АБЦ проведен отрезок БК. Вот можете сразу видеть на картинке. Таким образом, что угол АБК, вот он, равен углу АЦБ. Вот этот уголок. АК равно 9, КЦ равно 7, и надо найти вот эту АБ. Ну, обычно, когда ты в какой-то теме, то понятно, что задача к ней привязана. То есть для восьмиклассников, с которыми мы эту задачу решали, было очевидно, что раз тема подобие, то, видимо, как-то надо это подобие здесь прикрутить. Но когда ты уже прошел эту тему и дальше учишься, уже совсем непонятно, каким образом решать ту или иную задачу. Ты должен сам осознать, какая тема тебе здесь поможет. Как надо действовать? Вообще, в задаче, видите, есть информация про углы. Но треугольник какой-то произвольный. То есть там прикрутить Пифагора, как многие хотят к любой задаче, тут не получится. Давайте разбираться, какие фигуры на картинке вы видите. Ну, треугольник АБК, треугольник КБЦ и большой треугольник АБЦ. И вы уже знаете, что у этих треугольников, например, АБК и АЦБ, есть одинаковый угол. О, наверное, тогда надо именно этими треугольниками и заняться. Что еще? А еще-то у них есть общий угол. У треугольника АБК угол А, и у треугольника АБЦ есть этот угол А. И когда в треугольниках обнаружилось два одинаковых угла, эти треугольники подобны. Первый признак. Конечно, мы все привыкли, что в подобии, когда решаешь задачу, там все так красивенько, да, треугольник рядом с треугольничком, там никаких сомнений нет. Или такие традиционные виды задач на подобие, когда треугольник вложен в треугольник, или задача про трапецию, когда проведены две диагонали. Опять же, там верхний, нижний треугольник подобны. А вот здесь как-то глазами ты это подобие на первый взгляд не видишь, не замечаешь. Поэтому вот так сложновато. Если вы, например, плохо ориентируетесь в подобие, то вы можете эти треугольники нарисовать себе отдельно. То есть один треугольник стоит так, а другой вот так вот на боку. Отметить, какие углы оказались равными у этих треугольников. И когда вы доказываете подобие, потом вы этим подобием как пользуетесь? Пишите отношения сторон. Составляете пропорцию по сторонам соответственным, и потом находите недостающий элемент. Вот мои треугольники отдельно нарисованные. Как будто бы этот, чтобы они стали вот такого вида, надо этот треугольник второй взять, вот так вот поставить. Ну, я этим заниматься не буду. Я, в принципе, и так нормально по картинке ориентируюсь. Давайте напишу, как мы должны, вот мы уже немножко просуждали, что треугольники будут подобными, как мы должны это аккуратненько записать. Мы видим, что вот треугольник А, Б, К будет подобен треугольнику. И я сейчас не от балды буду называть, а равные углы буду называть в одинаковом порядке. Вот если А, Б, К маленький, я вначале А, потом тот угол Б, который одним штрихом, значит, я здесь буду называть А, С, Б. Конечно, может быть, это не смертельно, но мало ли кто-то придерется. Треугольники подобны, так как угол А у них общий, общий, и угол А, Б, К равен углу А, С, Б. Все, треугольники подобны. Мы это с вами доказали. И второй шаг. Расписать, как я уже сказала, отношения сторон. Смотрите. Например, берите стороны маленького треугольника. Вот у вас есть сторона А, К. Вот я ее записываю. А, К. И ищите к ней в пару пропорциональную сторону из другого треугольника, соответственную сторону. Как найти? Всегда ориентируйтесь на углы. Вот видите, эта сторона А, К, в маленьком треугольнике, лежит напротив угла, который вы обозначили одной чертой. Значит, и в большом треугольнике нужно искать ту сторону, которая лежит напротив угла, обозначенного одной чертой. А, Б. Не перекрещиваем стороны. То есть, если я вот решила в начале задачи, что я буду вверху писать стороны маленького треугольника, а снизу большого, то вот на протяжении всей пропорции должно быть именно так. Итак, А, К я уже взяла. Давайте вторую сторону маленького треугольника возьмем. А, Б. А, Б. Вот можно заметить, что она лежит между углом две черточки и одна черточка. Значит, и у большого треугольника надо найти такую сторону. Между двумя черточками и одной черточкой лежит сторона А, С, в большом треугольнике. А, С. Нужна ли мне третья пара сторон? Нет. Я у третьей пары не знаю ни в одном треугольнике, ни в другом треугольнике ничего. Чтобы решить задачу, достаточно просто вот этих вот двух пар. Подставляем то, что знаем. А, К это девятка. А, Б. Это как раз наш Х, который мы хотим найти. Потом, смотрите, опять фигурирует А, Б. Не пугайтесь никогда, все в порядке. И А, С. 9 плюс 7 будет 16. Из этой пропорции, крест-накрест, так как ребята говорят, крестиком, можно написать, что А, Б квадрат будет равен 9 на 16. Ну и теперь немножко алгебры. Не надо, ребята, сломя голову, умножать эти два числа. Зачем вы себе усложняете жизнь? Если произведение, то вы можете, чтобы найти А, Б, извлечь корень частями. Вы достаете корень из девятки, это будет тройка. Корень из шестнадцати, это будет четыре. Значит, наш ответ двенадцать. Сторона А, Б равна двенадцати. Вот такая получилась интересная задачка. Вроде как простая, но увидеть именно саму идею подобия здесь, ну, не всем ребятам под силу. Ну, надеюсь, теперь вы все поняли. Ну что, видео посмотрели? Значит, с вас лайк, подписка и кликаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и обязательно пишите в комментариях, как бы вы решали эту задачу, догадались ли вы, как ее решать. На сегодня все. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok